Лена, привет! Рада сегодня тебя видеть на Mercedes Fashion Week. Скажи, какие впечатления у тебя и чего ты сегодня ожидаешь? Я ожидаю, что эта коллекция взорвет просто сезон моды, так сказать. И все-все очень дружелюбны, мне здесь очень нравится. Мне сейчас будут делать прекрасную прическу, которая наверняка мне понравится. Я здесь уже была, так что я знаю, что здесь не хакурят. Лен, вот ты занимаешься вокалом, мы, поскольку вокальный тоже журнал. Вот скажи, есть ли какая-то звезда, исполнительница российская или зарубежная, чей стиль визуальный, не именно исполнение, а визуальный образ тебе ближе всего? Честно, у меня свой своеобразный стиль. Мне нравятся некоторые стили, но я не могу их сравнивать с собой, потому что это совершенно другое. Мне нравится стиль Маруф, он очень эстетичный. Также мне очень нравится стиль Тейлор Свит, как 20-летней девушке, так сказать. Она вообще не меняется с годами. И также, возможно, мне нравится стиль Адель. У нее вся ее музыка, и там у нее всегда красиво сняты клипы, это просто круто. Недавно вышел еще один очень красивый клип Сергея Лазарева на песню «Скримс», который Сергей будет представлять Россию на Евровидении. И одной из героиней этого клипа стала ты. Вот скажи, пожалуйста, о своей героиней. Как бы ты могла ее охарактеризовать, и есть ли что-то общее с тобой настоящей и твоей героиней? Я думаю, что от каждой героини что-то остается после съемок. Но именно с этой героиней меня связывает ее эмоциональность. В каждом кадре она постепенно меняется. Она пытается достучаться до Сергея Лазарева в этом клипе, чтобы он рос. И каждое ее действие, оно как-то связано. Когда, например, закрывает глаза рукой, она видит, как мальчик тонет. Как мальчик тонет в своих проблемах и в своей душе. А вообще, как ты, можешь буквально в двух словах сказать, как ты попала на съемки? Кастинг проходила или что это было? Да, это было что-то вроде кастинга. Ну, если кто-нибудь знает, то я вхожу в Академию Старс, и там было обвешено, ну, что скажем так, объявление. И приглашали некоторых детей, там где-то было 50 детей, по-моему. И из этих 50 детей выбирали девочку, которая должна была быть где-то там 14-15 лет. Ну, поздравляем. Вообще, работа с артистом такого уровня, это волнение. Страшно было? Честно, я привыкла. Но там не было как, не знаю, такого пафоса. Там было все достаточно более открыто и чувствовала себя в своей тариотке, так сказать. Ну, это уже опыт, да. А скажи, если бы попросили в двух словах описать Сергея Лазарева, что могла бы вы сказать, самая его интересная сторона? Или вот что ты отметила при работе с ним? Я бы сказала, что он очень открытый человек. Он, знаете, у некоторых звезды такой, ну, вот я уже говорила о пафосе, что они считают себя, у них звездная болезнь, все такое. А он нет, он общается с семьями на равных, он часто шутит, и он открытый человек. Если представить возможность, тебе бы дали, если представить ситуацию, что тебе бы дали возможность выбрать артиста, который бы представил Россию в следующем году на Евровиде, не кого бы ты могла бы там, первые три из списка, кто бы это был? Сложно, сложно. Но думаю, что Сергея Лазарева уже нет смысла отправлять, все-таки он уже там был, и он и так прекрасно наступит. Я думаю, что Полина Гагарина бы отлично справилась с этой ролью. Она безумно талантливая, ну, как по мне, у нее шикарный голос. Я думаю, справилась бы отлично Пелагея, ну, обожаю Пелагея, и Меладзе. А если бы ты представила себе свое собственное выступление на детском, скажем, Евровидении, как бы ты думала, какой этот номер был бы, вообще номер твоей мечты, это что, там, трюки? Я очень люблю разный экшен, и мне очень нравится зажигать тебе аудиторию. То есть мне очень нравится, когда аудитория переживает за тебя, переживает твою песню, переживает твои эмоции, и мне нравится это передавать. И мне бы хотелось, чтобы он был зажигательный, чтобы после моего номера все улыбались. У тебя недавно вышел крутой клип «Blow the roof». А тем телезрителям и нашим читателям, которые еще этот клип не видели, что бы ты могла сказать, почему его стоит посмотреть, вообще о чем он? На самом деле, я думаю, что каждый клип лучше посмотреть, чтобы сравнить какую-то критику, вложить в него, чтобы следующий клип был лучше. Также можно похвалиться исполнительным, которому понравился. То есть каждый мой комментарий, я оставляю комментарий с закрытого аккаунта, то есть я его сейчас не скажу, но что-то в том, что когда я смотрю какой-то клип, я оставляю свое мнение, что можно делать лучше и чем он мне нравится. И в «Blow the roof» мне безумно нравится, скажем, мне нравится, как он снят, мне нравится задумка клипа, мне нравится, как я там спела, но мне действительно не нравится свой акцент, потому что тогда только начинала учить свой английский язык, и я бы хотела немножечко переснять его, ну, именно голос, чтобы он выглядел лучше. А, кстати, про английский язык. Петь сейчас тебе проще на русском, на английском, вообще на каких языках поешь? Так, ну, моя мечта спеть на испанском, я его не учу, ну, я начинаю его учить, но пока очень блог задается, но я бы хотела спеть на испанском, потому что мне очень нравится испанская музыка, мне очень нравится петь на английском, потому что там не так сложно, как на русском. Ну, в России, ну, там уже две главные буквы «А» и «О», и вот на этих буквах мне сложно петь, мне это не очень нравится, я восхищаюсь людьми, которые... Я уже говорила про биологию, как она поёт вот эти вот ноты, как у неё это получается, это просто шикарно. Скажи, а вот правда, что ты пишешь книги на английском языке? Я не назову их книгами, я назову их маленькими историями. Когда мне плохо, я обычно... Вот некоторые рисуют, некоторые заедают, а я пишу рассказы, мне так спокойнее становится, да, прям как вся боль в душе уходит. А можешь, например, ну, сказать название на английском языке последнего твоего вот этого рассказа? Last day. Последний день. А сколько уже у тебя примерно уже таких рассказиков есть? На самом деле немного, 15, наверное. Ну, там немного слов, там где-то тысяча слов в одном. Ну, вообще-то было бы интересно, мы в доступе не нашли. Это ты пока себе в стол складываешь, как говоришь? У нас в школе есть компьютеры, и я обычно они печатаю, ну, у нас там большой зал, и я на них печатаю, прям прикидываю себе на телефон, и вот в своём телефоне мне куча рассказов. Я просто не уверена, хочу ли я их себе выложить пока, потому что это более личное. Но я думаю, что скоро я выложу пару. Ну, будет интересно почитать, потом нам расскажешь. И давай тогда, наверное, последние вопросы о своих ближайших творческих планов, что ждёт клипы, выступления, с кем из артистов хочешь выступить, ну и вообще, как... Я свои планы очень редко раскрываю, но мечты я могу, конечно, сказать. Я бы мечтала сняться в кино, вот я на это лето запланировала пройти несколько кастингов, но обычно же из десяти кастингов выбирается один, ну, я уже снимала сегодня раз в кино, я тогда была очень неопытна, и я бы хотела повторить этот опыт, пройти несколько кастингов и надеяться, что в один из них меня пригласят сняться. Ну, а если бы ты могла выбрать, это какой жанр кино был, комедия, драма, хоррор? Ну, честно скажу, русские драмы мне не очень нравятся, русские драмы, русские хорроры, ну, то есть меня это не очень привлекает, но мне безумно нравятся русские комедии, они очень смешные, они очень добрые, я бы хотела сняться в русской комедии. Ну, тогда спасибо, удачи тебе сегодня на выступлении, пока!